И последнее. В Мирном на мотодроме спортивно-технического клуба прошел традиционный для этого времени года чемпионат Алроса по мотокроссу. Владислав Сталдатенко продолжит. На трассе в этом заезде самые мощные мотоциклы с объемом двигателя 500 кубических сантиметров. Идет второй день чемпионата Алроса по мотокроссу. Основная задача была определиться с составом на летний период, чтобы уже готовить на более серьезные мероприятия, на чемпионат республики, если возможность будет участвовать в чемпионате России в летний период. Кроме спортсменов, занимающихся не первый год, в заездах участвуют и новички. Мотокроссом в спортивно-техническом клубе занимаются дети с шести лет. Юные гонщики выступают на мотоциклах с объемом двигателя 50 и 65 кубических сантиметров на коротких дистанциях. Современный мотокросс – это высокие прыжки, вдаль прыжки. Вот у нас это все есть. Самый дальний прыжок у нас на трассе до 30 метров. Все элементы есть. Начинают прыжков, волна, спуски. Рокот движков, высокая скорость и крутые виражи – все это делает мотокросс одним из самых зрелищных видов спорта. И зрителю лишь отдаленно можно представить, какие нагрузки испытывают мотогонщики, стремясь удержать лидерство или обойти соперника. В мотоклубе КСК есть спортсмены с почти 20-летним стажем, многие – призеры всероссийских соревнований и серьезные конкуренты мотогонщикам из других районов Якутии. За свои 30 лет работы тренером Сергей Спицын подготовил пять чемпионов Сибири и Дальнего Востока. Вот и сейчас изыскивает любые возможности, чтобы направить своих воспитанников на крупные соревнования. Ну а пока награды получают победители прошедшего чемпионата. Таким образом, состав лучших мотогонщиков этого сезона определен, и клуб начинает готовиться к республиканским соревнованиям.